Подхожу к Порт Кавказ. Снимаю GoPro, потому что нормальной камерой снять в машине вряд ли получится. Итак, я в Порт Кавказ. У меня заранее купленный электронный билет. Запутаться здесь совершенно невозможно. Висят светодиодные табло, и весь транспорт скапливается на первой площадке. А в этих синих будках, скорее всего, забирают купленные билеты. И тех, кто по времени попал, скорее всего, в одну очередь, а кто по времени не попал, в другую очередь. Я по времени попал, то есть я купил билет с 11 до 17. А сейчас 2 часа 12 минут. Там пацанчик подруливает, чтобы всяческие проныры не пытались влезть. В общем, в этих будочках Культурненько показал свой купленный билетик. Мне дали посадочный колон. И, собственно, несколько слов о маршруте. Значит, я предварительно сделал вот такие Яндекс.Карты. И Яндекс предупреждал о некоторых ремонтах на некоторых участках дороги. И это оказалось так же, как сказал Яндекс. И поэтому не надо избегать объездных дорог. Вот 100% надо объезжать все. Потому что суммарно я потратил лишних 4 часа, просто простаивая в каких-то непонятных пробках на ровном месте. Вот так вот. Пробовал я на первой площадке минут 20. Дальше транспортный контроль. Каждую машину останавливают. Ну и кого-то выбирают. Ну вот я и прошел транспортный контроль. Одного чувачка там чего-то попросили. А я, в общем-то, еду дальше. Всегда найдутся дебилы, которые прохерачат либо по обочине, либо мимо очереди. Не в обиду будет сказано. Чаще всего это полуместные номера и москвичи. А вот и показался Крым. Тетки и таможенники проверяют документы и так далее. Все, просветили мою сумку. И вот скоро погрузка на паром. Первый паром пошел. Видимо, второй мне достанется. Ну вот и все. Я на пароме. Иду на пауку. Все, я на пароме. Вежливые люди. Напротив стоит на загрузке зерном Крыму. Все, мы пошли. Все довольно-таки очень быстро произошло. Так что покупайте заранее электронные билеты. Пока с парома сходят, забыл одну важную вещь. Заправляйтесь примерно хотя бы так, чтобы всегда было полбака. Потому что нормальных заправок и без очередей на переправе Кавказ практически нет. Поэтому лучше всегда ехать с полу... с полным или полузаправленным баком. Все, выезжаю в Крым. Все, ребят, я в Крыму. Крым наш. Ха-ха-ха. В общем, четкая, четко, четко слаженная работа переправы. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что изменилось в Крыму за год. О! Вежливые люди сходу бросаются в глаза. Катают дороги. Продолжение следует... Продолжение следует...